Привет, ребят! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и сегодня я хочу немножко поговорить с вами. Переезд. Мой переезд. Меня все спрашивают, что у тебя с переездом, как у тебя с переездом, почему до сих пор в Эстонии. Кто не знает, я уже восьмой месяц в Эстонии, и я пытаюсь сейчас переехать. Очень многие пытаются переехать, и для многих это интересно, насущно. Я хочу немножко рассказать о деталях, почему я до сих пор в Эстонии, почему до сих пор я не в состоянии переехать. Я, приблизительно, раз в полгода, раз в год меняю страну жительства. За последние два года у меня было почти семь месяцев в Милане, потом почти семь месяцев в Будапеште. Потом я переехал в Эстонию. Я всегда делаю так. Когда я меняю страну жительства, я приезжаю домой, оставляю все вещи, собак дома у родителей, чтобы спокойно переехать в другую страну. И потом уже, когда снимешь квартиру, устаканиваешься на месте, едешь за своими вещами, за собаками, и уже спокойно переезжаешь в другую страну. В этот раз я решил, хватит мне экспериментировать, хватит мне прыгать с места на место. Я думаю, как замечательно раз в полгода менять страну жительства. Вы знаете, это действительно в теории, это замечательная идея. Если ты вот как я, работаешь из дома, то есть ты фрилансер, у тебя есть возможность работать из любой точки мира. Ты спокойно переезжаешь, например, сегодня ты в Париже, потом ты в Лондоне, потом ты в Мюнхене. И таким образом ты знакомишься с миром. Я обожаю путешествовать, не как поехать туристом на неделю, я обожаю путешествовать, как переезжаешь в другую страну и начинаешь жить как местный. Полгода, например, 7 месяцев. Я считаю, это замечательный отрезок времени, чтобы познакомиться со страной, познакомиться с новой кухней, познакомиться с новыми супермаркетами. Вы себе представить не можете какое-то замечательное ощущение, когда ты только-только переехал, тебе дали ключи от твоей новой квартиры. Ты выходишь, ищешь самый ближайший к твоему дому супермаркет, твой супермаркет. В этот супермаркет ты будешь ходить практически каждый день. Медленно проходишь все полка за полкой, знакомишься с новым кетчупом, новое, я не знаю, там мясо, новое маринад для мяса, новые продукты, которые ты никогда не видел в других странах. Ты смотришь чего больше, чего меньше. Как, например, при переезде в Венгрии ты смотришь огромное количество колбас и нет морепродуктов. Я человек, который обожает морепродукты, для меня это был, конечно, удар. Но зато ты видишь неимоверное количество разных сортов паприки. То есть ты смотришь вот эту вот специфика страны, специфика кухни. Для меня супермаркеты, исследовать страны, находясь вот в супермаркете, для меня вот это вот одно из самых интересных экспириенсов. У меня такая вот выработалась привычка. Во что все упирается? Почему вот эта замечательная мечта менять квартиру раз в полгода разбивается обо что? Первое, это бюрократия. Когда ты фрилансер, я в глазах человек, который арендует свою квартиру для, например, меня, я безработный. Я человек, который работает из дома. То есть нет гарантии, что ты будешь правильным и хорошим, платежеспособным рентником. И вот здесь начинаются большие проблемы. Требуют выписки с банков, требуют письма гарантов, требуют выписки с банков, где показано, как хорошо и исправно ты платил за свои предыдущие квартиры. Мой родной язык, считайте, русский. Я родился и вырос в Эстонии, но вот я считаю, русский это мой основной язык, на котором я говорю. Всегда спрашивают, как относятся к русским в Европе. Даже не столько к русским, потому что невозможно, русский, белорус или украинец все равно к тебе будут относиться одинаково. Ты говоришь по-русски. И это уже красный флаг для очень многих. Для меня, как для лендлорда, человек, который сам тоже арендует квартиры. Если ко мне, например, приходили люди из Украины, строители, и говорили, можно снять у вас комнату, я говорил нет. Потому что мне легче, безопаснее сдать комнату местным, чем мучиться с украинцами. Опять же, никакого дисреспекта к Украине, но когда приезжают строители с Украины, я уже на своем опыте это видел, да. Когда снимают комнату и живут там втроем, а потом тихонечко подселяют еще и четвертого, и пятого. Начинаются ежевечерние попойки. А в Эстонии ты никогда не выселишь человека легально. Не сможешь выселить человека, даже если он отказывается платить тебе аренду. То есть полиция не может зайти в помещение и вытащить его вещи. Это очень сложно. Это миссия невыполнима, считать. Нужно решение суда. То есть это такой головняк, выселить такого толка людей. Я человек пуганный. У меня был опыт вот с украинскими строителями. И после этого я понимаю, что мне легче сдать какой-то эстонской девочке-студентке, чем строителям из Украины. Исходя из этой точки зрения, я понимаю, почему люди, например, в том же Бенилюксе отказываются со мной общаться. Только уже первый для них глобальный красный флаг, если я говорю по-русски. Если у меня эстонский паспорт. Это вот те точки, на которые они опираются при своем отказе. И когда я слышу вот от украинцев, от русских, Антон, как переехать в Европу, вы знаете, я понимаю, особенно если это Западная Европа, как сложно это все сделать. Потому что плюс к вашему русскому языку, плюс к вашему отсутствию, возможно, английского языка, здесь глобальная еще дополнительная драма. Это визы, разрешения и прочее. То есть у меня, как европейские документы, я уже могу как-то переехать. Мне не требуются вот эти вот дополнительные телодвижения. То, как люди из Украины и России переезжают, я вообще не знаю. Для меня люди, которые смогли приехать куда-нибудь, я не знаю, во Франкфурт и действительно там задержаться вот с русскими документами или украинскими, для меня просто герои, потому что я знаю, насколько сложно это все сделать. В этом году я решил, почему бы не поехать в Бенилюкс. Я постоянно говорил, что я человек северный. Я обожаю Скандинавию. Я долгое время жил в Норвегии. Люблю Норвегию всей душой. Но я решил, что на данный момент я хочу попробовать что-то другое. Тоже северная Европа, западная Европа. Но пускай это не будет пока Скандинавия. Скандинавия вот от Эстонии, это совсем близко. Это соседи, я уже знаю очень хорошо Стокгольм. Осло для меня дом второй. То есть, понимаете, эти страны я знаю. Хочется чего-то северного, богатого, солидного, красивого. Но не Скандинавия. И я решил, почему бы не попробовать Бенилюкс. Я обожаю Брюссель, я обожаю Бельгию. Мне очень нравится в теории Нидерланды. Люксембург мы, конечно, не берем. Но вот тем не менее, Бенилюкс. И вот мои проблемы с Бенилюксом. Я много спрашивал вас в стримах у себя в Инстаграме. Ребят, пожалуйста, помогите кто из Нидерландов. Как легче, как гарантирование всего снять квартиру, например, в Амстердаме. Многие из вас написали, вот Антон, ссылки на сайты, где можно искать эти квартиры. Вот сколько в среднем стоит квартиры. То есть, где-то в порядках полутора тысяч. То есть, в принципе, для одного человека полторы тысячи это будет с головой. Потому что квартира в таком случае будет небольшая. То есть, там 50-60 квадратных метров. И если ты живешь один, вот с двумя маленькими собаками, как у меня. То есть, это совершенно нормальный бюджет. Даже это выше среднего бюджет, когда у тебя полторы тысячи на, скажем, просторную, красивую студию в центре Роттердама. Сначала я позвонил. Это несколько агентств. Великолепные у всех английский язык. Все говорят очень дружелюбно. Опять же, кто-то дружелюбно. Скажем так, звоню я в одно агентство. Дружелюбная, дружелюбная девочка. Я их говорю. Вот моя информация. Я решил в этот раз не юлить нигде, а говорить так, как оно есть. Вот мои документы. Вот чем я занимаюсь. Вот мой канал на Ютубе. Я серьезный человек. Вот моя оплата аренды в странах, где я жил до этого. Мне можно доверять. Она да-да-да, замечательная, дружелюбная, веселая, ха-ха-ха. Пожалуйста, опишите свою ситуацию еще раз письменно. И вышлите нам на e-mail. Мы с вами свяжемся за дополнительной информацией. Позвонил в другое агентство. Очень жестко со мной сразу поговорил парень. Все, не хочу ничего слышать. Вот вам e-mail. Штите нам на e-mail. Мы обязательно в течение 48 часов вам все ответим. Поправил я 10 дней назад в 5 агентств. Описал все как есть. Что есть деньги, есть возможности, есть все документы. Я вот единственное, что я фрилансер, занимаюсь вот Ютуб. Если, например, 2 года назад, когда я сидел с макияжем в париках и снимал то, что я снимал, это могло бы, в принципе, как-то отпугнуть потенциального лендлорда. Сейчас же я отсылаю свой второй канал «Сплети на новостей», где я сижу. Яркая такая конфетная картинка на ежедневной основе. Люди видят, сколько у меня просмотров. Люди видят, что у меня серьезный подход к делам. Я не занимаюсь никаким трэшем. Я не занимаюсь ничем, кроме как новостник. Блогер-новостник. Я обсуждаю новости из «Сплети». Даже сам контент, он подразумевает мой серьезный подход. То есть я не занимаюсь никакими пранками. Я не занимаюсь никакими розыгрышами. Ну, вот я вот думаю, как у себя в голове, как еще это можно понять, вот эту всю ситуацию. Ни одно из агентств не позвонило мне обратно. Есть у меня хорошая подруга из Бельгии. Вот она пытается мне сейчас как-то помочь. Но вы знаете, что она, что многие из вас мне сказали. Антон, не рассчитывай на легкую прогулку в парке. Будет сложно. И не важно, есть у тебя деньги или нет. Это абсолютно не важно. Опять же, вот разговаривал со своей подругой из Бельгии. Она говорит, Антон, ты понимаешь? Ты иногда сидишь, и у тебя ступа. Ты не понимаешь, по какой причине. Не просто тебе с тобой не хотят разговаривать. Тебе даже просто не отвечают элементарно, если видят, что ты не бельгийка, если видят, что ты не из Нидерландов. Ты стучишься к людям и говоришь, возьмите мои деньги. Нет, нет, вот просто нет. И слушая ее, у меня немножко холодеет внутри. Ты понимаешь, как нелегко будет переехать. Ребят, если бы ситуация была, например, Юг Франции, где у меня там живет сестра, или та же Барселона. К примеру, страны, где легче снять квартиру, меньше бюрократии. Если ты показываешь деньги, ты готов заплатить за квартиру, тебе готовый пойти навстречу. Я говорю, вплоть до того, что давайте я оплачу эту квартиру за полгода вперед. Тебе просто не отвечают. Если вы рассчитываете приехать в Западную Европу, ребята, это вот мое такое мнение. Я не знаю насчет Парижа ничего. Я знаю достаточно сложно в Милане. Я знаю достаточно сложно в Германии. Сложно в Бельгии и Нидерланды. Я сейчас прохожу вот этот путь. Вы знаете, у меня горит. Я лезу сейчас на стену. Я человек, у которого чемоданное настроение последние полгода. И я застрял. Я чувствую, я застрял. Мне давят стены. Мне нужно уехать. Мне нужно срочно уехать. И я чувствую, что я сейчас готов совершать глупые поступки. То есть глупые поступки в моем случае будет переезд в Барселону. Или на Канарские острова. Почему там? Потому что там, опять же, легче снять. Там дешевле. Мне, в принципе, нравятся Канарские острова или та же Барселона. Как бы сильно не любил солнца, для меня Барселона или Милан. Это, конечно, будет Барселона. Потому что я обожаю пальмы. Я обожаю море. Я обожаю воду. Я обожаю вот этот вот морской город. Вы знаете, Барселона, это город. Это восхитительный город. Канарские острова, это одно из лучших мест на планете. Насколько сильно я ненавижу солнце. Я боюсь солнца. 21-23 градуса. Круглый год. Вы знаете, это Голливуд. Это Калифорния. Вот в нашей Европе. Это тот же Меридиан. Вроде бы так называется. Я обожаю эти места. Но я понимаю, что парни, которые живут в Испании, мне не нравятся. Мне не нравятся ни французы, ни испанцы, ни итальянцы. Это не мой типаж. Проблемы с английским языком. Не знаю, я перееду в Испанию. Это будет замечательно. Первые 2-3 месяца. Потом опять я пойму, что совершил ошибку, как я совершил ошибку, переехав в свое время в Милан. Многие из вас помогают. Есть друзья, которые действительно помогают переехать и пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Действительно сложно переехать. Ребят, это сложно. Даже если у вас есть действительно деньги на снять дорогую красивую квартиру, это часто будет не аргумент. Только по той причине, что вы говорите по-русски. Или вы из России, или вы из Прибалтики. Для них это красный флаг. Я понимаю, я сам был бы я, например, из Нидерландов. Если бы вот у меня есть квартира за 1500 евро, и у меня приходит местный человек и какой-то блогер из Эстонии. Кому? Ну, серьезно. Ну, конечно, разговоров нет. Конечно, это будет мест. Знаете, нет ощущения, что они тасисты. Такое сильное ощущение про Бельгию и Нидерланды. Люди националисты. Как бы дружелюбно они не относились к окружающему миру. Как бы толерантны. Те же Нидерланды не были. Вот практически ко всему, ребят. Что разрешено в Нидерландах, не разрешено, наверное, нигде. Там можно все. Кроме добродушия к русскоязычным блогерам, которые пытаются туда переехать. На ПМЖ. В ПМЖ, вы знаете, мне спрашивают сейчас, на сколько ты думаешь переехать? Опять на полгода, на 7 месяцев. Ребят, год, два, три. Устал прыгать. Мне нужно вот сесть, немножко остепениться. Мне нужно начинать устраивать свою личную жизнь. Прыгая по полгода из страны в страну, у тебя это не получится. Мне нужно немножко впустить корни, понимаете? Потому что продолжать вот эти вот сплошные переезы, это все равно стресс. Как бы замечательно в теории это не было. Если бы было легко, опять же, повторюсь, снять квартиру, возможно, я бы продолжал свою авантюру по полгода в разных странах. Но нет. Реально сложно. Дорогие мои, кто смотрит меня из Бенилюкса, пожалуйста, напишите, что я делаю не так? Какой выход вы видите вот в моей ситуации? Ребят, кто из вас сейчас в процессе переезда? Или кто только что переехал в новое место? Пожалуйста, напишите, как вам? Как вы справляетесь? Что у вас? Какие трудности? Вы знаете, я считаю, нужно больше снимать подобного толка видео, потому что не просто вот давайте я переехал в Барселон, давайте я вам покажу свой район. А именно детали, что и как может пойти не так. Что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Что нужно делать? Вы знаете, фан-факт. Типичная русская манера. Если я перееду, хрен я кому помогу. Если я переехал и устроилась в ту же, например, в Брюссель, никогда не помогу, не подскажу ничего, если ты тоже русский и тоже пытаешься уехать в Брюссель. Это вот такая вот манера. И это действительно, я говорил не раз об этом. Вот у меня все хорошо, там пусть все горит синим пламенем. Это вот типичная российская манера и российская манера прибалтийских, русских. Неважно, никто тебе не подаст руку помощи, если ты уже там, и у тебя все хорошо, и ты пытаешься хоть как-то вот, а как, вот что ты здесь, а куда пойти, а что там на этом? Никто ничем не поможет. Давайте общаться, ребят. Мне очень интересно, что вы думаете, как вы справляетесь с трудностями. Я сейчас сижу на последнем этаже, меня сейчас все просто успокаивают. Антон, вот решил Бенелюкс, Бенелюкс, пусть будет сложно, но он случится. Чем ты опять сейчас метнешься в Барселону, а потом опять пожалеешь, и опять будет опять из Барселоны в тот же Бенелюкс, понимаете? Дышим спокойно, расправляем плечи и надеемся на лучшее. Не то, что надеемся на лучшее, я никогда не человек, который сидит и ждет у моря погоды. Я человек, который делает. Поэтому буду держать вас всех в курсе дела, что и как происходит в моей жизни. Вы тоже пишите, как у вас вот этот, давайте, вот момент переезда, как и что. Боже мой, всем сил, ребят, это сложно, это сложно. Если у вас российские документы или украинские, это вдвойне сложнее, если не 10 раз. Подписывайся на мой телеграм-канал, обязательно там будет мой дневник переезда. Все детали, все мысли у меня всегда в твиттер, всегда в телеграм. Я фанат телеграма, больше 20 тысяч подписчиков. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что поддерживаете. Сил всем нам. У нас у всех все должно... Блин, не боги гашки обжигают, согласитесь. Всем пока.